Позвольте тогда начать презентацию, только мне уже перешло слово. Действительно, передо мной поставили задачу рассказать о том, что мы можем подобрать индивидуально для пациентов третьей и последующих линий, ведь кроме реграфини, БОТАС-102 и реинтродукции существуют еще новые молекулы. И на самом деле, когда я думал о том, как представлять данную презентацию, данный доклад, я решил просто обратиться к последним рекомендациям ЭСМО о том, какие молекулярные нарушения мы можем смотреть в опухолях, и в частности при колоректальном раке. Здесь они перечислены. Это классические варианты мутации КИРАС, НРАС, БИРАФ, определение микросателитной нестабильности различными вариантами, либо с помощью ПЦР, либо секвенирования, либо выявление дефицита белков, репарации неспаренных оснований с помощью иммуногистохимии. Вы можете замещать ПЦР с помощью НЖС-технологии, куда включать и смотреть амплификацию гена РББ2 по-русски ХР2-необелка, и, конечно же, смотреть НТРК-инфузии. Давайте посмотрим, какова доказательная база, но немножко ориентируясь на частоту встречаемости тех или иных нарушений. Касаемо БИРАФ-мутации, где мы видим в западных странах ее встречаемость на уровне 8,5-10%, при метастатическом колоректальном раке, то в Российской Федерации частота, к сожалению, меньше. Всего 5% нам удалось выявить такую мутацию при анализе более 8000 образцов. И что интересно, когда мы говорим о возможности назначения БИРАФ-ингибиторов, к сожалению, монотерапия БИРАФ-ингибиторами, которая показала свою эффективность при меланоме метастатической, с аналогичной БИРАФ-мутацией ВИС-600, то прикол о ректальном раке, к сожалению, провалился. Связано это с биологией опухолевой клетки. Она начинает защищаться, начинает гиперэкспрессировать рецептор к эпидермальному фактору роста, парадоксально активировать нижележащие молекулы МЕК. И это, соответственно, привело к пониманию о необходимости воздействовать не только на БИРАФ-молекулу, но и, соответственно, на рецепторы GFR с помощью моноклональных антител и, конечно, на молекулу МЕК. И, собственно, те исследования, которые были проведены в третьей и в четвертой линии, они доказали в клинике возможность такого подхода. Одно из первых рандомизированных исследований было исследование с ВОКОС-1406, где сравнивали вариант назначения терапии, прибирав мутации колоректального рака иринотыкан-верофенипситуксимаб с контрольной группой иринотыкана и цитуксимаба. Коллегам удалось увеличить частоту объективных ответов с 4 до 16% и 2 раза в медиану выживаемости без прогрессирования с 2 до 4 месяцев. Но за счет такого значимого кроссовера в группе контроля 48% больных получали затем антибиераф, анти-GFR терапию в последующих линиях. Значимо улучшить показатели общей выживаемости не удалось. В литературе можно найти большое количество исследований 1-й, 2-й фаз по комбинациям БИРАФ, МЕК-ингибиторов, БИРАФ, анти-GFR, антител, совокупного назначения БИРАФ и МЕКа или тройных комбинаций. Все они приблизительно показывают одни и те же данные. В третьей и четвертой линии при химии рефракторно-колоректальном раке, БИРАФ мутированном, можно достичь частоту объективных ответов на уровне 10-27%, а медиана выживаемости без прогрессирования на уровне 4-х месяцев. Однако у нас имеется только одно проспективное рандомизированное исследование третьей фазы, где изучалась или была доказана возможность применения БИРАФ и анти-GFR ингибиторов и МЕК-ингибиторов у больных с БИРАФ мутацией. В это исследовании БИРАФ, которое было уже представлено несколько лет назад, а сейчас идет лишь обновление данных по выживаемости, было три группы. Группа контроля – это риндекан, содержащие режимы, риндекан с анти-GFR, либо фолферис с анти-GFR, и, соответственно, две исследуемые группы. Двойная таргетная блокада – БИРАФ, ингибитор энкарафенип и анти-GFR моноклональное антитело цитоксимаб, либо тройная таргетная блокада – БИРАФ, МЕК-ингибитор и анти-GFR, энкарафенип, бенеметенип и цитоксимаб. Что показали авторы? Они показали, что и двойная, и тройная таргетная блокада значимо улучшает и выживаемость без прогрессирования, и общую выживаемость по сравнению с контролем. Но что для нас интересно, что различий выживаемости между тройной и двойной таргетной блокадой не получено никакой. Абсолютно одинаковые графики выживаемости. Лишь под анализ нам намекают на то, что если у нас большое распространение болезни, высокий ЦРБ, много органов, пораженных метастазами, высокий ЛДГ, вот эти пациенты, возможно, выиграют от тройной блокады. Но, тем не менее, вот эти данные пока привели к тому, что, например, американские рекомендации СИН имеют только две опции лечения больных с биорав, мутированных колоректальным раком. Это энкарафенип-панитумаб и энкарафенип-цитоксимаб. Тройная таргетная блокада там не рассматривается. В нашей стране энкарафенип-бенеметенип не зарегистрированы, поэтому здесь мы, собственно, в наши рекомендации внесли, возможно, другие варианты. Дабрафенип с анти-GFR и вемарафенип с анти-GFR наклональными антителами, чтобы наши пациенты имели возможность также получать современное лечение. Попытки сдвинуть такой таргетный подход в отношении биорав мутированных больных в первую линию, они показали такие интересные результаты. В исследовании, которое было представлено в прошлом году на ЭСМО, в конференции, посвященных опухолям гастроэнтестинальной локализации, вот тройная таргетная блокада в первой линии, при биорав мутированном колоректальном раке, показала 50% объективных ответов, высокий процент контроля болезни, 85%, но ту же самую медиану выживаемости без прогрессирования, которая была и на второй, и на третьей линии в исследовании Бейконг, 4 месяца. Очень скромные результаты. Хотя иначе-то третья фаза исследования по комбинации биорав анти-GFR и химиотерапии, проспективное исследование в первой линии, биорав мутированном колоректальном раке. Но, тем не менее, вот такую таргетную блокаду мы тоже можем рассматривать. Но я хочу вспомнить и о том, что во второй линии лечения у нас есть под анализы исследований по роли антиангиогенной терапии при биорав мутированном колоректальном раке. Мы можем взять исследование Вилюрсов, либерцептам или исследование Райсрамов, сарумабам. И здесь добавление к режимам фулферии, анти-ВИДЖФ препаратов, также значимо улучшает показатели выживаемости. Обратите внимание, медиана общей выживаемости в случае биорав мутированного рака, что применяется, трап-антитело Афлиберцеп, либо антитело к экстрасуллярной части ВИДЖФР-2 рецептора Рамоцуромаб составляет 10 месяцев, а на двойной таргетной блокаде в Бейкен это 9 месяцев. И вот, конечно, когда мы делаем метаанализ и включаем исследование Райс, Вилюр или два исследования с Бевоцузумабом, чтобы понять, помогает антиангиогенная терапия, и прибирав мутации или нет, мы видим, что добавление антиангиогенных препаратов значимо улучшает показатели выживаемости. И здесь становится вопрос, какая должна была быть контрольная группа. Вот если сравнить тройную или двойную таргетную блокаду прибирав мутации с Фолфери и хотя бы Бевоцузумабом или Афлиберцептом и Рамоцурмабом, получим ли мы улучшение показателей выживаемости. Поэтому, в принципе, в своей практике мы можем использовать во второй-третьей линии как таргетную блокаду прибирав мутации, так и, собственно, комбинацию Фолфери и антиангиогенных препаратов. Интересно, что стали подниматься вопросы по выявлению больных, сбирав мутации, которые наиболее выиграют от назначения таргетной терапии, например, тройной или двойной таргетной блокады. И оказалось, на АСКО 2021 года был представлен такой подоанализ, который показал, что если мы возьмем транскриптованные данные опухоли и выявим те подтипы больных, которые отвечают, те молекулярные подтипы, которые лучше отвечают на тройную, например, блокаду, то это, оказывается, мезонхимальный подтип опухоли, где выражена, так скажем, работа TGF-бета сигнального пути, а также первый вариант транскриптованного подтипа для бирав мутированных опухолей. Вот здесь авторы увидели некоторое улучшение показателей выживаемости от тройной блокады, и поэтому, скорее всего, нас ждут все больше и больше работ по подразделению бирав мутированных больных на тех, которым и тройные блокады будем назначать, а кому будем назначать двойные блокады. Но это, конечно, все из будущего, а в реальной клинической практике мы можем посмотреть, как работает таргетная терапия антибиераф-направленностью у больных с микросателлитной нестабильностью. Ведь, посмотрев под анализ исследований Бейкен, мы увидим, что выраженный эффект от таргетной терапии мы наблюдаем у больных с микросателлитно-стабильным фенотипом. При МСА микросателлитной нестабильности значимого улучшения показателей выживаемости не обнаружено, а мы знаем, что порядка 30% больных с микросателлитной нестабильностью они имеют биераф-мутацию, поэтому эта популяция была представлена в этом исследовании. А вот при микросателлитной нестабильности и биераф-мутации назначение иммунотерапии показывает свой эффект. Интересно, что были сомнения о том, что биераф-мутация может компрометировать эффект иммунотерапии, но в этом году, например, был также представлен метаанализ, постерная работа на АСКО, которая, собственно, и изучала роль биераф-мутации и прогностическую, и предикторную в отношении иммунотерапии при микросателлитно-нестабильных опухолях. И мы видим первые две когорты, это прогностические данные, это хуже, но частота объективных ответов была одинакова среди больных с микросателлитной нестабильностью, имеющей биераф-мутацию или не имеющей, выделенной вот желтым, строка. Ну и этим моментом я как бы перехожу к следующему подтипу опухоли, которую мы можем рассматривать. Это микросателлитно-нестабильный фенотип опухоли. Мы знаем, что частота его встречаемости на уровне 4-5%, если мы говорим о метастатическом заболевании. При ранних стадиях это более благоприятный прогноз, и там частота встречаемости выше, доходит до 20% при второй стадии болезни. А вот при четвертой стадии, конечно же, таких больных очень и очень мало. Но если они есть, мы помним, что очень высока мутационная нагрузка, много нейонтигенов, это определяет высокую чувствительность этих опухолей к антипидиуан воздействию. Например, в качестве применения во второй и последующих линиях лечения неволумабом или пембролизумабом мы получаем одинаковую частоту объективных ответов на уровне 30%. А если мы комбинируем антипидиуан, антисетила и 4 антитела, то частота объективных ответов может доходить до 50%. Это несравнительное исследование, просто трехкогортное оно было. И здесь мы можем только визуально различить, насколько улучшаются показатели выживаемости, если мы говорим о применении двойной иммунной блокады по сравнению с монотерапией антипидиуан антителом. Но, к счастью, для больных с микросателитной нестабильностью иммунотерапия сдвинулась уже со второй-третьей линии на первую линию лечения. Доказательством тому результаты исследований Кинот-177 по монотерапии пембролизумабом, которая была более эффективной в отношении выживаемости без прогрессирования, значимо ее улучшив. Но за счет высокого кроссовера, который достиг 60% в группе контроля значимого улучшения общей выживаемости получено не было. И опять же, смотря на поданализ этого исследования, мы можем отметить, что в случае наличия мутации в генах раз эффекта значимого улучшения выживаемости от монотерапии, в частности, пембролизумабом над по сравнению с дуплетами плюс-минус таргетной терапии не отмечено. Сейчас на АСКО были несколько работ, которые показывали, что, возможно, это связано с особенностями микроокружения опухоли. Но вот здесь интересно, что в случае кираз-нраз-мутации у нас есть данные по поданализу исследований Чикмед-142, где комбинация антисетила-И4-антитела и антипедиван-антитела работала независимо от наличия мутации в раз. Поэтому здесь мы можем задуматься о том, что если во второй-третьей линии пациент не получил еще иммунотерапию, у него MSI-хай, и вдруг вы знаете, что у него мутация раз, возможно задуматься на том, чтобы назначить этому пациенту комбинированное лечение. Следующий момент, о котором хотел сказать, это те данные, которые приходят уже из реальной клинической практики, касаемые микроцетелитно-нестабильных опухолей колоректальной локализации. И они связаны с тем, какова, собственно, вероятность возникновения явлений псевдопрогрессирования у больных с микроцетелитно-нестабильным обороком. Мы знаем, что этот эффект чаще наблюдается как раз при иммуно-чувствительных опухолях, куда относится данный по тип. И вот оказалось, что все случаи псевдопрогрессирования, а в когорте этих пациентов они были зарегистрированы у 14% больных, они все были выявлены при первом оценочном визите. Если вдруг прогрессирование было через полгода, через год, то чаще всего, это уже не чаще всего, практически всегда в данной работе, это было истинное прогрессирование. И что интересно, что на комбинации вот этого псевдопрогрессирования было намного реже могли увидеть исследователи. Кроме того, мы понимаем, что при микросетелитной нестабильности не все пациенты отвечают на иммунотерапию. И мы видели по результатам этого исследования, которое здесь представлено, то, что чем выше мутационная нагрузка в опухоли, тем выше вероятность при микросетелитной нестабильной достигнуть эффекта лечения. Если же мутационная нагрузка низкая, то мы видим голубой график, он стремится вниз, и эффективность лечения очень и очень маленькая. И это, собственно, нас приводит к мысли о том, можем ли мы заменить микросетелитную нестабильность явлениями отбора больных на иммунотерапию при колоректальном раке мутационной нагрузкой. У нас есть даже исследование, где пембролизумаб изучался при высокой мутационной нагрузке, и по результатам этого исследования даже FDA агностически зарегистрировала данный подход. Если опухоли имеют высокую мутационную нагрузку, 10 и более мутационной мегабазы, то пембролизумаб по идее можно назначать. Но если мы посмотрим на те опухоли, которые включены были в это исследование, то здесь мы не увидим больных с колоректальным раком. Единственное исследование, которое мы можем привести в качестве изучения влияния мутационной нагрузки при микросетелитно-стабильных опухолях и иммунотерапии, это исследование СО26, где изучалась комбинация дурвалумаба и трамилюмаба, по сути негативное исследование, а единственный момент здесь был под анализ в зависимости от мутационной нагрузки. И авторы увидели, что есть некоторое улучшение общей выживаемости, если даешь комбинированную иммунотерапию при стабильных опухолях с высокой мутационной нагрузкой. Однако, если посмотреть более статистически глубоко это исследование, авторы не обнаружили значимого, так скажем, PIFO-interaction влияния фактора на эффективность терапии. И возможно, вот этот эффект иммунотерапии при стабильных опухолях, при высокой мутационной нагрузке, он связан наличием мутаций в генах полимеразы, поле. Частота встречаемости мутаций, так скажем, в популяции больных метастатическим колоректальным раком, на удивление высока, 9%, но патогенных из них всего лишь 0,7%. Но вот эта работа, где применялся неволумап при мутациях поля, показывает, что достигается тот же самый процент объективных ответов, как и при опухолях с микросателлитной нестабильностью на уровне 30%. Поэтому, в принципе, если есть возможность смотреть такую мутацию и вы верите, что найдете эти 0,7%, пожалуйста, смотрите. Следующий маркер, который мы можем активно применять в качестве отбора больных на персонализированное лечение в третьей последующих линиях при колоректальном раке, это амплификация гена Хердванео, либо же гиперэкспрессия белка Хердванео. Частота встречаемости на самом деле невысока при колоректальном раке, разница от 2 до 5%, и чаще встречается после терапии анти-GFR антителами. Мы знаем, что это некий фактор и первичной и вторичной резистентности к анти-GFR моноклональным антителам и эффективность терапии анти-GFR по результатам ретроспективных работ в этой популяции больных довольно низкая. Но вот что интересно, что здесь можно воздействовать анти-Хердва терапией, но монотерапия тростозумабом здесь неэффективна. Здесь необходимо действовать комбинированно, комбинировать тростозумаб с лопотенибом, либо тростозумаб с пертузумабом. И вот последнее исследование, обновленные данные такого баскет-трайла, когда различные локализации опухоли, объединенные признаками гиперэкспрессии Хердванеа, по сути, в одну корзину сбрасывались, всем назначалась двойная терапия тростозумабом и пертузумабом в химиорефрактерном состоянии. Мы увидим здесь в когорте больных с колоректальным раком частоту объективных ответов на уровне 30%. Но есть один момент, обратите внимание на графики. Эффект реализуется у больных, и улучшение выживаемости увеличивается у больных, которые не имеют мутации в генах раз. Если мутация есть, голубой график, даже при гиперэкспрессии Хердванеа, а вы там такую можете найти, к сожалению, медиана продолжительности жизни и частота объективных ответов очень и очень низкая. Поэтому здесь, собственно, лучше ограничивать поиск гиперэкспрессии Хердванеа, по крайней мере, в настоящей клинической практике, только больными без мутации с диким типом генов РАС и БРАФ. У нас появляется возможность в будущем, так сказать, назначать и терапию таким, скажем, комбинированным препаратом, состоящим из химиопрепарата СН38 и, по сути, моноклонального антитела к Хердванеу по аминокислотному составу, очень похожему на тростозумаб, тростозумаб-деретоксикан. Действительно, было проведено исследование специально при колоректальном раке, химиорефрактерных опухолей, состоящий из трех когорт. В зависимости от того, есть гиперэкспрессия Хердванео 3+, либо есть гиперэкспрессия 2+, Хердванео, подтвержденная фишом, или же есть гиперэкспрессия Хердванео, но на уровне 2+, но фиш отрицательным. И вот здесь авторы хотели посмотреть эффективность данного подхода. Обратите внимание на частоту объективных ответов. Она уже стала 43%, то есть практически на 15% выше, чем на комбинации тростозумаб-пертозумаб, тростозумаб-лопотениб. При этом очень высокие показатели были выживаемости. Но поданализ показывает, что эффект реализуется, если есть гиперэкспрессия Хердванео 3+, при 2+, даже фиш позитивных, частота объективных ответов на уровне всего 7%. Поэтому здесь мы можем очень дифференцированно в будущем отбирать больных на эту терапию. Если вот суммировать различные варианты антихердва терапии, как это было сделано коллегой из Японии на АСКО этого года, из разных исследований, то мы увидим частоту объективных ответов на прихердва позитивном раке полуректальном от 10% до 45%. И максимальный эффект наблюдается в исследовании, где тростозумаб комбинировали с теразинкиназным ингибитором тукотениба, тоже антихердва направленности. И в этом исследовании действительно получены очень высокие частоты объективных ответов, очень высокую медиану выживаемости без прогрессирования, а медиана общей выживаемости вообще достигла 18 месяцев. Поэтому, конечно же, в своей рутинной практике я всех призываю смотреть хердва неу и в случае его выявления назначать антихердва блокаду. Ну и, наконец, еще один маркер, который агностически должен смотреться практически во всех опухолях НТРК, альтерации, точнее, транслокации гена НТРК 1, 2, 3. И здесь действительно работает НТРК-ингибитор. Также мы видим эти красивые графики уменьшения размеров опухоли, но если мы оттуда начинаем вычленять больных с гастроинтестинальными опухолями, в частности, раком толстой кишки, то этих больных на самом деле очень и очень немного. Частота объективных ответов на НТРК-ингибиторы при колоректальном раке с НТРК транслокациями составляет всего 25%. Но что это за больные? Часто они встречаются. На самом деле, когда видишь слайды, где показывают, что частота встречаемости различных транслокаций на уровне 1%, на самом деле, когда мы смотрим исследования, посвященные транслокациям НТРК, патогенным при колоректальном раке, то их частота всего 0,22%. Причем, обратите внимание, из всех тех 16 пациентов из 7000 больных метастатическим колоректальным раком, 13 больных имели микросателитную нестабильность. Только у 3 больных были стабильные опухоли. Чаще, соответственно, этому был женский пол и правосторонняя локализация опухоли. Другие исследования ПТРК, фьюженсам в различных популяциях больных, географически отличных друг от друга, частота встречаемости такая же низкая. 0,3% при колоректальном раке, 0,17%. И опять же, вот эта взаимосвязь с микросателитной нестабильностью, особенно вот в нижнем исследовании, она четко показана именно для колоректального рака. Другой такой локализации, чтобы НТРК, фьюженсы совмещались с МСА, в этом исследовании получено не было. Но что интересно, вы можете, конечно, найти и НТРК транслокаций и премутированных опухолей, но частота там встречаемости, если мы все больных с транслокацией возьмем, очень-очень низкая, чаще всего это дикий тип, еще раз повторюсь, с микросателитной нестабильностью. И как вот нам выявлять этих больных? Мы знаем, что, конечно, всех секвенировать на поиск транслокации это дорого и, наверное, бессмысленно, учитывая такую низкую частоту. И в опухолях с низкой частотой встречаемости НТРК фьюженсов начинают с иммуногистохимического метода покраски по НТРК ЛК. И в этом ситуации чувствительность очень хороша этого метода. Если мы посмотрим на алгоритмы НТРК, поиска транслокации НТРК и эсмо, то мы увидим, что как раз при кишке нужно смотреть иммуногистохимии, если будет позитивное окрашивание, тогда оправлять на НЖС. Но есть альтернативная точка зрения, чтобы уменьшить такую нагрузку на лабораторию генетическую, можно отбирать больных с диким типом генов, с микросателлитно нестабильными опухолями и вот их уже направлять на поиск НТРК и тогда, может быть, вы найдете таких больных. Пока, например, у меня одного такого пациента не было. Ну и, конечно же, скорее всего, взгляд будущего, что мы можем воздействовать, как мы можем воздействовать на расмутации, по сути, долгое время являющейся андрагабл. У нас пока есть опция, уже несколько молекул, воздействующие на конкретную мутацию G12C гена КиРАС, но, к сожалению, в отличие, тут завидую людям, которые занимаются лечением рака легкого, здесь при кишке частота встречаемости именно такой мутации небольшая, на уровне 3%, а эффективность сатарасиба того же самого тоже очень и очень скромная, всего 7% объективных ответов при колоректальном раке, контроль болезни 76%, но медиана длительности стабилизации на уровне 4 месяцев не очень впечатляющие данные, поэтому, конечно, нужно здесь ждать более серьезных подходов для выявления, скажем, возможностей воздействия на расмутации, но сегодня, как уже говорилось, мы можем использовать поиск мутаций резистентности к анти-GFR моноклональному антитилам, в частности, Кераса и НРАС по циркулирующей опухолевой ДНК, мы знаем, да, это по таким данным больше даже ретроспективным работает, но вот проспективных исследований, которые бы подтверждали, что отбор больных при отсутствии мутации в генах ассоциирован с резистентностью к анти-GFR, циркулирующей опухолевой ДНК, на терапию анти-GFR монокональными антителами, по сути дела у нас есть данные только из одной работы, которая представлена на АСКО этого года. В этой работе Хронос, авторы назначали химиотерапию с анти-GFR-антителами, достигали объективный ответ на любой из линий. Затем была какая-то линия без анти-GFR-антител, и затем уже в случае отсутствия циркулирующей опухолевой ДНК, генов, резистентности к анти-GFR-воздействию, назначали понетумумаб, и получили они 30% объективных ответов. Собственно, то же самое, что мы можем получить и без всякой циркулирующей опухолевой ДНК, когда ориентируемся на клинические данные. Смотрим, был или нет объективный ответ на анти-GFR-педшествующей линии. Ну и, конечно, завершающий слайд, по сути дела, это персонализированный подход. Эти мутагены были в рекомендации ЭСМО представлены, так скажем, в помощь коллегам в поиске пациентов для включения в различные клинические исследования. На самом деле, когда мы говорим об исследованиях персонализированного подхода, где к каждой мутации мы подбираем определенный препарат, суммарные или итоговые эффективности этих работ очень и очень низкие. То есть, в среднем где-то колеблется от 4 до 15, максимум 20% объективных ответов, и все зачастую эти эффекты скоротечны. Поэтому сейчас у нас в клинической практике мы можем говорить только о том, что в поздних линиях мы можем подбирать терапию антибиераф-направленности, иммунотерапию при микроцитолит на нестабильных опухлях, анти-HER2-блокаду при ХЕР2-гиперэкспрессии. Ну и если вы верите, что найдете 0,2% больных с НТРК-транслокацией при энтестатическом колоректальным раком, пробуйте, но мой совет ограничить с микроцитолитными нестабильными опухолями. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok